Главный детский праздник, День защиты детей, в России традиционно отмечают конкурсами, веселыми соревнованиями и концертами. Не стал исключением знаменитый крымский лагерь «Артек», который в эти дни принимает первую смену. В этом году праздник организовали как никогда масштабно. Детей развлекали звезды кино, телевидения и спорта. В атмосферу чудес окунулась наша съемочная группа. Лето – это маленькая жизнь, и начинать его нужно интересно, ярко и очень весело. Именно по такому принципу в этом году организовали праздник. Первыми ребят поздравили знаменитый телеведущий Леонид Якубович и актрисы Екатерина Стриженова. Как и положено настоящим волшебникам, они прилетели на вертолете и привезли в подарок мороженое. Под крики «Ура!» аплодисменты вертолет сделал круг над площадкой и медленно приземлился. «Мороженое! Мороженое! У кого еще нет?» – выкрикивал ведущий «Поле чудес». В этой толчье каким-то невероятным образом он успевал общаться, фотографироваться с детьми, раздавать автографы и мини-интервью. «Удовольствие доставили, дети улыбаются, глаза счастливые, из кемо раздали, все, можно лететь домой». «Я так хотела увидеть какую-то знаменитость все время. Я сейчас увидела Якубовича. У меня столько разных эмоций. График этого солнечного дня был расписан буквально по минутам. Разные мероприятия проходили на десяти площадках. Дети смотрели кино, играли в футбол, соревновались на находчивости, смекалки, слушали молодых участников проекта «Голос», устраивали импровизированные концерты со всеми атрибутами, красочными костюмами и жюри. Звездные взрослые в один голос говорили – 1 июня почти как день рождения. Надо впадать в детство, дарить чудеса. «Если сейчас мы чувствуем мозгом, то у детей там какой-то третий глаз работает или сердце. И поэтому все это чувствуется на другом уровне. Поэтому я думаю, что сегодня энергетически потрясающее мероприятие, которое будет зарядить их на целый год». «Хотелось немножко морского бриза. Ну и хлебнуть какой-то забытой беззаботности, если честно. Потому что одни из самых, наверное, светлых моих воспоминаний – это были пионерские лагеря, спортивные лагеря. И поэтому я в «Артеке» никогда не был. Мне прямо захотелось понять, что же это за такое чудо «Артек». Конечно, я с удовольствием, тем более праздник такой». Финальным событием праздничного дня стал большой концерт на главном стадионе «Артека». Зрители, среди которых были дети из многодетных семей, воспитанники детских домов, приветствовали представителей Крымского правительства, Совета Федерации, руководителей других регионов страны. Сенатор от Крыма Ольга Коветиди отметила, что главный детский праздник лета крымчане и «Артек» впервые встречают, находясь в составе России. «Мы сегодня уверены в том, что «Артек» будет совершенно другим. Он вспомнит про то, что у него чистое море. Он вспомнит о том, что у него замечательные корпуса с прекрасной мебелью, с прекрасными спортивными залами. Он должен показать о том, что у него самый лучший будет сегодня кинозал, прекрасные фестивальные помещения. «Артек» будет собирать не только деток сильных и смелых, но и деток инвалидов. «Артек» сегодня должен стать центром. «Артек» будет растить будущих политических лидеров. «Артек» – это детская страна, которая находится в Крыму. И вот настал момент, которого все так долго ждали – момент вручения больших подарков. Их было так много, что все не перечислить. Велосипеды, компьютерная техника, оборудование для детской телестудии и даже настоящий летательный аппарат под названием «Автожир». В лагере давно хотели создать клуб пилотов. Мечта сбылась. Эти впечатления окажутся для детей самыми яркими. Судя по улыбкам на детских лицах, можно сказать – праздник удался. Ольга Кравчук, Сергей Евсеев. Время новостей. «Артек». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!